Глава Сочи побывал и на природных, и на исторических объектах. Например, Орлиные скалы относятся и к тем, и к другим. Туристическая тропа здесь проложена десятки лет назад. Это дерево желания. Оно исполняет желание на любовь, удачу, здоровье и богатство. В конце 90-х появилась статуя Прометея. По одной из версий, герой древнегреческих мифов был прикован, а затем освобожден именно там. Туристам все эти истории нравятся. Такое место, оно, во-первых, старинное, я так полагаю. Тут что-то, конечно, должно быть такое необычное. Наполнять объекты показа новыми деталями, делать их еще более притягательными для туристов, предлагает и мэр Сочи. Но для начала нужно решить насущную проблему. Построить удобные дороги к объектам показа, начиная с той же скалы Прометея. Я поставил задачу перед департаментом транспорта и дорог о том, чтобы они просмотрели, готовились к тому, что нужно эту дорогу забрать в муниципалитет и отремонтировать ее и поддерживать в нормативном состоянии. Сейчас в районе Мацеста не менее пяти известных туробъектов. Вскоре могут появиться новые, исторические и природные. Их предлагается объединить в один туристический кластер. Чтобы раскрутить вообще этот кластер, его нужно объединить. Город близко, собрали вот три, четыре, может пять объектов. Закольцевать. Закольцевать. Мацеста-Мэн. По мнению главы Сочи, это поможет росту их популярности. С ним согласны и представители самих туробъектов. И это актуально для Сочи, как для круглогодичного курорта. Почти все достопримечательности открыты и в межсезонье. Вообще удобнее и значит привлекательнее для туристов должны стать все рекреационные зоны. Это относится и к территории вокруг бальнеологического комплекса Мацеста. Наступает бархатный сезон, за ним межсезонье – лучшее время для долгих оздоровительных прогулок. И условия для них нужно создавать уже сейчас.